Ну что ж, привет, друзья! Давно не виделись, Саш. С конца 2016 года, кто бы мог подумать, но, как вы знаете, камеры я просто так не включаю. На этот раз мы сейчас едем к человеку, которого я слушаю. С 2008 года это Денис Григорьев, более известен как Карандаш. Привет! Надо же поздороваться на камеру. Давай сразу тогда перейдем к вопросу, потому что у тебя, насколько я знаю, скоро выступление. Да, через 10 минут. Слушай, я когда готовился к интервью, я для себя понял, что альбом «Американчный» вышел в 2006 году. Это из серии «Почувствую себя старым». Хотел бы тебя спросить, будет продолжение третьей части? Планируется вообще? Нет, я не планировал, не хочу. Если вдруг однажды переклинит, наверное, она будет выпущена. А так пока не планировал. То есть с «Американчной» вторая часть можно, так сказать, поставить тоже? Ну да, мне кажется, она не нужна никому. Хорошо. Тогда насчет альбомов. Ты уже знаешь, как будет называться следующий? Я подозреваю, пока все названия, которые я придумал для альбома, были отметены всеми моими знакомыми, как неприятные, непринятные. То есть перед тем, как сделать альбом, ты сначала попросишься среди друзей? Если я не опрашиваю, обычно дурацко называются альбомы. Поэтому я сейчас часто пользуюсь глазом доверенных мне лиц. А это какое дурацкое название? Ну, например, у альбома «Монстр» должно было быть название… Сейчас скажу… «Песни про монстров». Вот. И вот видишь, благодаря моим друзьям альбом был назван «Монстров». Ну, хорошо. Так. А в одном из твоих последних интервью ты как-то сказал, что писать о любви просто. А если писать о любви просто, то о чем тогда интересно? Да, о любви на самом деле вообще супер просто писать. Ну, вот без шуток. Это такая самая штука, которая сильнее всего терзает любого. А все, что нас терзает, мучает и так далее, и так далее. Вот. По этому поводу очень легко и много высказываться. Хотелось бы писать вот очень тяжело это делать, о чем-то добром. светлым, но писать это остроумно и писать, не переходя на, как это называется, на то, чтобы кого-то чему-либо учить. Вот. Я сейчас очень активно, например, слушаю альбом «Хаски». Я думаю, что там многие слушатели рэпа тоже следят, да и не только рэпа. Вот послушая альбом «Хаски», вот очень тяжело писать наоборот. Все то, что у него, это не чернуха, а чтобы прям позитивно и одновременно интересно, чтобы это так же трогало, прям вот, как будто при объятиях кожу с ним. Ну, «Хаски» ты даже GQ заметил? Ну, видите, вот это мне очень нравится его творчество. Я вот сейчас послушал альбом, раз, наверное, уже 20. Вот. И я прям... Мне очень нравится русский рэп. Так, а следующий. Чем тебе больше нравится заниматься? Визуалкой или рэпом? То есть визуалкой, я имею в виду, то есть на телеканале. Что для тебя больше работа, а что для тебя больше хобби? Не, рэпом, конечно, мне существенно больше нравится заниматься. Но рэп, где вы неблагодарны, я как-то не разделяю. Я бы еще и кино занялся, я бы еще, например, «Кофейнюкс» с удовольствием открыл. Как «Джонни Бой». Вот. Я бы открыл не как «Джонни Бой». Я бы очень с удовольствием занялся бы тюнингом автомобилей. Мне эта тема тоже очень близка. Короче, на самом деле, хочется заниматься многим. Я надеюсь, что получится. Поэтому меня никогда не останавливало, что надо заниматься чем-то одним. Поэтому я как-то даже внутри себя не думаю. Ну, выходит, как иногда, что альбом выходит очень популярным, и ты ездишь активно по гастролям, у тебя рэп, музыка и так далее. Остальное выходит на второй план. Потом есть там определенные профиты в сфере телевидения. Туда больше. И поэтому это такая, так кидает. А если вот в кино, то как, как режиссер, сценарист, актер? В кино? В кино бы я, наверное, поработал. Не, точно не как сценарист его, потому что я бы как актер. Мне прям хочется. Будем ждать карандаша в кино. А скажи мне, пожалуйста, как индустрия изменилась за последние пять раз? Лучше или в худшую? Лучше, конечно. Ну, индустрия стала востребованной, во-первых. Я помню, там, в свое время, мы с Районом Моей Мечты были супер популярной среди рэперов группой. Прямо, любой рэпер знал эту группу. Любой. Вообще. С Мокки Мо, Район Моей Мечты, в свое время, там, Каста, и... Ну, что рэперов очень маленький процент. А сейчас тебя, ну, рэперы могут не знать, сами рэперы вообще не слышат твое имя, но тебя может знать весь город, как бы, и знать, что ты исполняешь рэп. Вот, он сейчас гораздо более популярен, и границы размылись, поэтому стало гораздо круче. То есть, суши едят не только японцы, вот, рэп слушают не только рэперы, и это здорово. Ну, а как тебе вообще, в принципе, новая школа, то, что, вот, они делают, то есть, там, клауд-рэп, не близко вообще. Мне не нравится это ни слушать, ни понимать. Я, я со знанием дела говорю, потому что я прослушал все альбомки, и выходит. Вот, и, честно говоря, ну, мне вообще не близко. Ни клауд-рэп, ни, вот, попытки, прям, под копирку, все снять с американцев. Вот, мне больше близко, когда получается нечто свое, вот, как это получается, там, уныние, популярные, скриптонита, от Элла, у Хаски, у Басты, у них же очень русская музыка, и она не скопирована ни с чего. Все остальное, это калька, поэтому мне как-то, ну, по мне, так лучше, вместо кальки, написать хороший, там, я не знаю, ремейк, ремикс, микстейп, ну, то есть, взять минус иностранный, под него зачитать, чтобы все понимали, что, да, вот, взято отсюда, прикольно он на русском переделал, чем выдавать это за свое творчество. Ну, сейчас как фристайлы это делают, то есть, берут какой-то трек, и просто, как-то, прям, накид, ну, не фристайл, стандартное понимание, ну, это лучше, чем, когда чувак просто, все абсолютно скопирует, говорит, да, блин, я автор моей песни, ну, это да, это понятно. Сейчас активно обсуждают, стоит ли блогерам лезть в рэп, ну, и наоборот, собственно, рэперам, а не лезть в ютуб. Вот, собственно, плавненько так подвожу про передачу профессии рэпер, скажи, как пришла такая идея, с чего вообще начал снимать, и почему именно студия, почему такой необычный формат? Группа начала разрастаться, вконтакте, давно это было, где-то, наверное, в году 2004, может быть, и все просили, бери с собой на студию камеру, показывай, что ты там делаешь, и мы начали брать камеры на студии, и так, собственно, начали выпускать серии. Вот, вот, вот и все. Это не планировалось, как какая-то долгосрочная история, думали, снимем пару выпусков, а потом нас просят еще, еще, а потом мы там с другими артистами, со звездами, ходим к ним на студии, и как-то все это переросло в какой-то блок, вот, и о том, что это блог, я узнал, наверное, только после 20 серии, что эти вещи называются блогами. Даша, насколько я знаю, сейчас уже 25 выпусков вышло, по-моему, последний был с АТЛ, да, вот, и хотел бы спросить, планируется еще, или, просто я, насколько слышал, то, что нет выпусков, потому что нет интересных студий, то есть, как интересные студии, появится, возобновиться правильно? нет, выпуски будут, и нет выпусков, потому что рэперы, которые нас пускали к себе на студию, вот, они закончились, остались рэперы, которые не пускают к себе, ни в коем случае, либо те, которые там, у нас постоянно динамят, говорят, да, окей, не могу, заболел, и прочее, но мы, я думаю, что, это же, ну, мы не унываем, я думаю, со всеми договоримся, все нормально, все еще с ними, новых артистов много появляется, ну, это, дай бог, а, насчет тогда, как родители относятся к тому, что ты делаешь? Нормально, гордятся, наверное, я особо не спрошу, а как вам то, что я делаю? За себя не встал, вообще нет, хорошо, а вот про артистов тогда, если бы ты мог питануть с кем угодно, то кто бы это был? из русских, или из остальных? неважно, вообще, давай разделим так, с кем бы из русских, или с кем бы из остальных? Ну, если выйти на зарубежном альбоме, то я бы фитанул с Major Lazer, с Дэвидом Гуэтой, чтобы появиться в их, в их, с этих, конечно, конечно, в их альбомах, вот, с огромным удовольствием, с Daft Punk, у них на альбоме засветиться, это вообще было бы круто, вот, если из русских, для себя, наверное, Носков, никого Носков? Николай Носков? Да, очень, очень уважаю, очень, необычный, вот, с удовольствием, с Возбластой еще раз записался, как долго ты планируешь еще заниматься музыкой, не стоит ли нам бояться, что в скором времени проект окровен будет? Стоит бояться, стоит бояться, но я думаю, что все будет хорошо, как в хорошем триллере, все равно, добро победить зло, продолжение следа, но бояться стоит. Тогда спрошу про концертный тур, не планируется он у тебя в полном масштабе, то есть, ну, пока тоже. Нет, нет, концертный тур не планируется, я не могу себе этого позволить, у меня довольно много разного, всякого рода бизнеса, поэтому я не могу только уехать в тур и забросить все остальное, поэтому у меня такой маленький, 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 маленький Джей-Зи, у Джей-Зи же тоже нет концертных туров, и не так часто альбомы ходят, потому что много всего, за всем надо следить, поэтому бизнес есть бизнес. Хорошо, давайте это вспомним из твоего прошлого концертного графика, возможно, какой город за всю историю гастролей лучше всех тебя поменил? Я почему-то всегда вспоминаю Минск, Минск, Москву и Чебоксары, но вот такое самое яркое впечатление на меня такое первое и мощное после альбом «Американчика» произвел Минск, только они пели, встречали, делали меня счастливым, ну, а дальше Москва и родные города Чебоксары, тоже очень крутые города. Хотел тебя спросить, после выхода вот «Американчика», как быстро пошли предложения, то есть как-то почувствовали, было такое, что ты после вот альбома проснулся, почувствовал, что ты вот знаменитый. Ну, да, после альбома, конечно, очень много концертов было, мы не вылезали из гастролей, сейчас, конечно, гораздо все более проще, вот, тогда, да, тогда, прям чувствовалось, мы на волне, нас активно много приглашают. Хорошо, давай тогда запрещительный вопрос, что ты ждешь от сегодняшнего концерта? От сегодняшнего концерта? Я очень жду, что люди будут знать песни и будут активно их петь со мной. Ну, это я от любого концерта жду, от сегодняшнего, я жил в Нижнем Новгороде, не выступал, ну, около 10 лет, мне кажется, конечно, у меня здесь давно концерта не было, я даже понятия не имею, есть ли здесь люди, есть ли люди, которые ждут здесь концерта, нет загадок. Сколько тебя не было в Нижнем, я практически твою музыку стою, потому что, то есть, в 8-м году будет 10 лет, ну, вот, я где-то году был в 9-м и в последний раз выступал. Ну, что ж, это были все вопросы на сегодня, спасибо большое тебе, Денис, что удивил свое драгоценное время, меня зовут Тёма Элэй, это было Ральф Радио, Первое Радио с доставкой видеоинтервью на дом, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте эту прощуку, не можете еще на колокольчик нажать, я не знаю, зачем, просто все так сейчас говорят. Все? Не нажимайте на бубенчик, только на колокольчик. На бубенчик свой не нажимай стреляя. Пока. Денис, можно еще один шат-аут написать для моего отличного блога, типа, там, подписывайтесь, там, Лейтв Лайф и типа... О, сложно. Давай я просто скажу, подписывайтесь. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»